Андрей Дашков Утраченный свет, солнце полуночи Отрывок Обхватив пальцами плоскую рукоятку пистолета, Самсон уже решил было, что его шансы выжить существенно возросли. Он перекатился на бок и мгновенно нажал на спуск. Он не слишком доверял этой чертовой детской погремушке, ПСМ разговаривал неразумительно, якон стрелял по движущемуся человеческому силуэту, наутро наступало неотвратимо и также неотвратимо возникало в сумерках лицо. После первого выстрела раздался странный звук, лишь отдаленно похожий на тот, с которым лопается яичная скорлупа. Самсон выстрелил еще трижды и не сомневался, что все четыре пули с безоболочной головной частью достигли цели. Достаточная порция даже для имбецила или мутанта с гипертрофированным спинным мозгом, поскольку клиенты якона часто оказывались в бронежилетах, он приобрел полезную привычку стрелять только в голову. И он действительно увидел эту голову, будто разорванную над частью четырьмя попаданиями, отчего она казалась только отражением в неспокойной воде. Отражение — это был ключевой образ. Яков еще не подозревал, до какой степени близок к истине. Его искусство стрелка не оказало никакого влияния на движение массивной фигуры. Она приближалась, ступая бесшумно и уверенно. Приглядевшись к ней, Яков начал молиться про себя. Его молитва снова была своеобразным кощунством, в ней пропадались матерные слова. От удара Самсона слегка контузило, в противном случае он бы уже слышал красноречивый звук, напоминавший свист зубов врачебного бора, только грозивший ему гораздо большими неприятностями. Он не сразу узнал свое лицо, но когда все же узнал, то он мгновенно понял причину зловещей трансформации. Зверь явился ему, зверь в новом образе, предпринявший тщетную попытку свести его с ума. Тварь надела его лицо точную копию, вплоть до сложного рисунка шрамов на щеках и подбородке. После выстрелов оно почти мгновенно восстановилось, бесследно и безо всякого вреда для себя поглотив кусочки свинца. Разбитая пулями мозаика снова сложилась единственно возможным образом. Это не имело отношения к биологии, тут скорее попахивало каким-то жутким и самоубийственным искажением человеческого восприятия, измена и органов чувств. Якон даже потрогал собственную заросшую щетину и опухшую рожу, чтобы убедиться в том, что кожа все еще на месте и никто не собрал ее с головы, как были содраны с ладони кресты и линии жизни. Содрал и сделал зловещую маску. Могила расстреляла бойму до конца с тем же результатом. От кошмарного двойника его отделяло не более трех метров. Холодный рассудок не сдавался. Теперь якон надеялся на то, что все это окажется сном, дьявольским наваждением, искушением, обещанием бессмертия, новым способом егитативного размножения. Но даже во сне он вытащил из ножен свой нож с клинком, умевшим полуторную заточку, которую можно было без труда рубить кровельные гвозди. Якон крайне редко пользовался этим инструментом, обычно он решал все проблемы с помощью пилы. Он старался не смотреть себе в глаза, потом его взгляд невольно притянула дисковая пила в правой руке глюка. Диск вращался с немыслимой скоростью, подшипникам полагалось испариться. Диск оказался прозрачным и сверкал чистым ярким светом, будто был сделан из тончайшего полированного алмаза. Сквозь него дьякон видел пальцы двойника, абсолютно похожие на его собственные. На них остались слевы от сведенных наколок. Когда-то он пытался исправить ошибки юности. Что делать, если твоя ненависть, безжалостность и неумолимость оборачиваются против тебя же? Если предопределенности твой приговор написан на твоем же лице, и ты вдруг осознаешь, что мог бы справиться с чем угодно, только не с этим. Проклятие, подумал Самсон. Сейчас оно меня выпотрошит. Это капкан судьбы, окончательная ловушка, самая грязная шутка, которую может сыграть с тобой твоя извращенная природа. Особенно если помочь ей, сотворив идеальное отражение. Субтитры создавал DimaTorzok